Началось все в северном районе Орла, где в ходе распития спиртных напитков владелец гаража нанес смертельное ножевое ранение своему собутыльнику. Также в деревне Жилино Орловского района произошло еще одно убийство, причем причиной конфликта стали всего лишь 20 сантиметров земли. Соседи, прожившие бок о бок долгие годы, не поделили земельный участок. И когда один из них начал ставить забор, второй взялся за охотничье ружье и выстрелил, после чего добил соседа прикладом. В итоге раненый скончался на месте. Вот где-то на углу заборы, вон там куча вот эта, он там стоял, а вот здесь Серега стоял погибший. И они словесно-словесно, и все. А я вот тут вот, вот у Ленки был, и он потихоньку туда собрался, ушел. И я вот вот стоял, прям выстрелил, и я тоже туда уезжал. Также в результате конфликта была ранена и жена убитого. К счастью, сейчас ее жизни ничего не угрожает. После совершенных преступлений убийца сам позвонил в полицию и во всем сознался. В настоящее время он находится под стражей. Еще один стрелок отыскался в Амцентском районе. Причем орудие убийства выбрал нестандартное – арбалет. Именно из него он выстрелил в спину 21-летнему парню. Что вы сделали, стоя на этом месте? Выстрелили. Из чего выстрелили? Из арбалета. Куда выстрелили? В спину. Кому? Серьезно, я испанцовываю. Так, а почему вы выстрелили в спину? Свой мотив за кадром он объяснил следователям очень просто. Я хотел попробовать убивать людей. На этом убийстве он не остановился и вскоре у кафе, уже в соседней деревне Головлева, нашел новую жертву. Произвел в нее два выстрела. Первый выстрел он промахнулся, не попал в нее, а вторым выстрелом он попал ей в левое плечо, причинив тем самым открытый перелом левого плеча. В отношении мцентского стрелка возбуждено уголовное дело. За два совершенных преступления ему грозит пожизненное заключение. Дмитрий Бустовой, Олег Фомин. При содействии пресс-служб УВД и Следственного комитета. Телеканал Первый областной.